а перед началом ролика хочу поставить вам группу проекта лиминадо рп этот проект буквально недавно открылся поэтому он очень свежий можете заходить ссылка на группу проекта будет в описании также них проходит конкурс в принципе кто желает можете поучаствовать повторюсь ссылочка в описании заходите кому интересно все инфа будет в этой группе и смотрите интересуйтесь и играйте всем приятного просмотра всем привет с вами кирилла вы на канале кирилл геем и сегодня мы играем в криминалочку на сервис роли плей 4 сервис легенда футбуль не забывайте у детьми не пристрации и также специально для моих подписчиков есть промокод пишите вот такую команду м.н. выбирайте десятый пункт промокод и пишите вот здесь такой промокод кгм обязательно используйте мой промокод и так я устроился водителем автобуса потому что как вы знаете в последней серии я проиграл сиденье в казино которые у меня были и нужно оплатить квартиру будут еще и там далее и короче деньги нужны и поэтому я решил поехать на автобус но не обычные автобусы не которые по городу ездят а которые ездят по городам именно это же по городу а который между городами ездит там на нем больше всего вроде бы как платят работа доступна со второго уровня поэтому эта работа именно для новичка и сейчас мы проверим сколько же там платят надеюсь мы заработаем неплохую сумму денег ну что ж погнали как нужно ехать сюда и потом поворачивать получается направо да вот здесь есть автобусы и чувак забрал по ходу последний автобус а нет еще есть два автобуса это хорошо все и паркуемся именно здесь так давать окей вытянуть ключ все заебись пусть у нас будет здесь мотоцикл стоять и давайте арендуем данный автобус принципе я так понял здесь много часто работает потому что автобусов довольно таки мало ну принципе ладно так арендовать 180 рублей стоит извиняюсь если больше у потому что у меня соседи сука уже хрен знает сколько делают ремонт давайте сделаем проезд 10 рублей пусть будет в принципе я думаю нормально будет хотя видите у меня графика улучшенная включена я думаю выглядит довольно таки красиво теперь едем по чекпоинтам я так понял мы сначала будем ехать через этого через кремль через суткарина через южный и потом вернемся как-то обратно но я думаю это будет довольно таки нормально давайте я сразу заправлюсь потому что я знаю что на этих автобусах довольно таки быстро кончается бензин поэтому я думаю стоит нам все таки заправиться будет так аккуратненько заезжаем все и давайте заправим его здесь достаточно бензина ладно тогда на другой заправке заправим вот видите здесь стоянка городских автобусов а это международный автобус принципе и на нем больше платит поэтому есть у вас есть право на право вообще то есть роурень то идите работать лучше на вот таких автобусах на них вроде бы как неплохо платят а тем временем давайте я заеду блин как же нравится графика улучшена видите как все красиво так выглядит слаживание реально очень решает прям очень все я не поленился заправил свой автобус почти 150 литров поэтому мне хватит чтобы сделать на два рейса даже поэтому все у нас хорошо мы погнали катать весь ну и там уже по пути в принципе я включусь я думаю смысла показывать всю дорогу не будет потому что ну это будет неинтересно я думаю по-любому к нам рыжики садят смотрите вот один рыжик сел так пойди должен еще один рыжик сесть я так думаю ну я так понял все у нас нормально короче так здесь у нас идет ремонт дороги пацаны кстати можно будет поработать тоже я уже показывал эту работу но можно будет поработать если вы хотите то пишите в комментариях я поработаю этим работникам дорог короче делай дороги поэтому пишите в комментариях я создать все для вас сниму такое видео блин смотрите я уже далеко от ну а там замазать какая здесь вижу сколько людей здесь едет видите сколько машин вот здесь люди есть по карте тоже можете посмотреть довольно круто что карта вся задействована что люди везде тусуются это довольно-таки классно что вы можете кого-то встретить я даже много людей встретил пока ехал там много людей мимо меня проезжала сейчас покажется ничего интересного нет вопроса включился чтобы показать вам что блять здесь есть жизнь пацаны в этого и жизнь и как бы много людей видите там вон какая-то погрешка или что ведь это тоже много людей и вот чувак на мерседесе стоит это реально довольно круто что здесь есть движуха то хоть вы едете далеко далеко от разомаса 2 городов и в такой глуши есть люди это довольно-таки приятно и классно кстати вот большой плюс то что здесь есть заправка и если у вас будет заканчиваться бензин я советую реально если вы хотите доехать полностью рейсу заправиться потому что сразу дается 40 литров его и вам этого не хватит чтобы доехать полный рейс поэтому залить хотя бы литров 20-30 чтобы полностью сделать рейс потому что если вы где-то заглохнете то есть у вас закончится бензин это возле там алькатраса либо в южном то мне кажется будет довольно неприятно поэтому лучше заправляйтесь есть такие видите остановочки но они такие не изначальные но все равно приходится останавливаться буквально 10 секунд и дальше продолжать движение вот эти видите навстречу едет мне тоже такой же автобус скорее всего он просто развернулся где-то в южном и поехал сюда назад я честно ни разу здесь на этом рейсе не ездил и как бы полностью рейс никогда не делал вот мне интересно реально сделать полностью рейс и посмотреть сколько же мне заплатят так вот еще один автобус поехал видите у него 100 рублей за проезд я 10 рублей поставил чисто так знаете ну вдруг какой-то рыжик будет бежать у него не будет денег я же не смогу изменить в принципе проезд а передавать деньги ему это такое себе знаете будет поэтому вдруг какой-то рыжик забудется будет по трассе бежать его подберу в принципе 10 рублей это не так дорого тем более в основном автобусах ездят новички и блять 10 рублей это будет нормально потому что за 100 рублей мне кажется в автобусы рыжик не сядет он пожалеет денег и лучше побежит дальше так смотрите вот еще один автобус. Смотрите, сколько их много ездит. Довольно-таки классно, что вы встречаетесь своих коллег по работе. Реально, видите? В этого движуха было, там много людей было, ну, достаточно. Человек 10, наверное, это нормально. И вот, вы видите, я вот уже 3 автобуса встретил, которые тоже работают, тоже зарабатывают деньги и ездят по таким же рейсам, как я. Это довольно-таки реально классно. То, что, блядь, вы не ездите, блядь, и никого нету вокруг, и вы, блядь, думаете, что за прикол? А так вы едете, встречаете автобусы, такие же, как у вас, людей и так далее. Видите? Вот на Рабире, блядь, задействована вся карта, и все равно онлайн хороший, и люди везде, везде люди ездят, играют и так далее. Вот, даже здесь, вон, чувак бежит, вон, чувак на мотике поехал, вот, чего атаксует. Видите, блядь, вся карта задействована, никаких проблем с этим нету. И это очень классно, реально. То есть, надо будет на вот этих машинках поработать. Я не знаю, что это, мусоровозы, либо что-то типа такое, потому что мне было всегда интересно поработать на этой работе, потому что модельки этих зелков или что-то довольно-таки прикольные. Видите, везде движуха есть, хотя онлайн сейчас даже не 500, онлайн 363 человека. Даже не 500 онлайн, а движуха все равно везде есть. Просто реально везде. Вот это реально многого стоит, мне кажется. Так, короче, какой-то долбоёб, он мне только что врезался, у меня хп снесло, он мне пытался там, когда мы ехали, подрезать, я его тоже пытался подрезать. То есть, какой-то долбоёб, видите, у нас этот маршрут меняется. Я даже не знал, что нам придется сюда ехать через, я так понял, мы через бусао будем ехать в южный. Ну, нормально, я даже не знал, что такой у нас будет маршрут. Я думаю, сейчас через кольцо поедем через второе южный но все поменялось в принципе прикольно так я уже доехал до южного в принципе я не знаю куда будем ехать скорее всего либо боты либо либо образом а спортик целите найти божественной текстуре просто как взлаживание просто я знаю заебал с тем что я говорю что улучшение графики это охуенная тема но просмотрите на эти здания все графончик просто какая красота реально башня станкина там все дела реально очень классно выглядит просто на персик просто булочка так какой-то странный маршрут сначала я объездил все во южном потом вернулся к нашану и через наш анти перееду обратно в буса его очень странный маршрут на скорее всего час мы выйдем через второй выезд в новый артамас но я его так называю новый разомас типа вот это в поле тут находится короче ну вы поняли и скорее всего мы сейчас туда выйдем и потом уже поедем обратно на вокзал разомас ну я так думаю если если мы сейчас придется обратно ехать нам через лыдкарина через кремль через это, то это будет реально жёстко. Так, всё-таки я был прав. Нам нужно ехать теперь обратно, если из Латкарина. Это чувак, короче, в воду улетел. Давайте, может, его подождём. Пусть он к нам сядет. Мы его подвезём. Короче, он ко мне не хочет садиться, поэтому, ладно, поехали. Бля, я просто ебал, реально. Доехал до Арзамаса, и мусор меня остановил, короче. Ну и кто как остановил? Я ехал, блядь, он взял, пишет к обочине, и мне колесо пробил, короче, ебать. И потом начал стрелять. Видите, у меня хп мало, блядь. Просто долбоёбы какие-то эти мусора, серьёзно. Реально ебал просто их. Сейчас у меня ещё дебора после запровитое колесо. Ну, конечно, блядь, почему бы и нет. И хуй я получу свои деньги, называют. Фух, пацаны, рейс закончился просто. Водитель автобуса мне только что написал, плюс один. Я наконец-то сделал один, блядь, полный рейс. Просто один полный рейс я наконец-то сделал. Всё. Берём этот чекпоинт, и всё. Я выхожу с автобуса, потому что, ну, его нахер просто. Реально. Ну, его просто нахер. Я хочу посмотреть, сколько я заработал. И всё. Потому что я потратил на вот этот рейс, ну, примерно час. Ну, как час? Минут пятьдесят, короче, потратил. Итого я заработал на тридцать шесть тысяч триста двадцать один рубль. Количество пассажиров два. Куплен билетов на двадцать рублей. За ремонт автобуса сорок четыре рубля. Ну, я там немножко устал. А так всё нормально. Что я могу сказать, пацаны? Ну, в принципе, наверное, это самая плютная работа для мельчика. Не знаю, где можно ещё за пятьдесят минут заработать тридцать шесть тысяч быстро. Ну, хотя на ферме можно. Ну, именно со второго уровня, пацаны. Именно со второго уровня. Это хорошая работа. Тем более, если будете играть не сам, там, с друзьями можете колонной ездить, там, либо если сам музычку включил и всё. А так я ехал в полной тишине. И для меня это было немножко напряжно. Всё. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok